Да, я нанял себе охрану, у меня рейдерский захват происходит, и я решил себе нанять качков. Genetic Lab Nutrition Guardian, называется у меня такое охранное предприятие у Руслана. Посмотрите, вот у Вадима яхты здесь стоят, видите? Яхта у него здесь. Вадим спрашивает, проголосовал ли я из царя? Естественно, да. На, пообщайся, ребят. Привет, ребят, это Вадим. Я к нему в гости приехал. Да, я нанял себе охрану, у меня рейдерский захват происходит, и я решил себе нанять качков. Genetic Lab Nutrition Guardian, называется у меня такое охранное предприятие у Руслана. И он сейчас будет, собственно, наблюдать мой объект. Если понравится, говорит, сам захватит. Не захватит, а будет защищать налево. Да, я помочь приехал, послушать историю. Видите, вон какой мажорка, а не тачка. Все на вас, качки. Да у него тут, у него три яхты здесь стоят, смотрите. Что, куда, прямо? Да, да, а что-то хуя является? Да, я как-то, вы знаете, что такое. Вот, это вот. Смотрите, вот у Вадима яхты здесь стоят, видите? Яхты у него здесь. Вот, ладно. Расскажи, что дело. Партнеры бывшие, да, твои? Да, да. Вот видите, это себе намутил на протеинах Audi Q8. Вот, а я-то в свое время бесплатно продавал. Все. Поэтому, дешевле банки пива, все. Вот, променяли вот. Доча лап на генетик внутришем. Сгорел доча лап. Право-лево? На право, да, видишь, я запиздился. Блогерство вспоминает. Ну, вспоминаешь, что это. Сейчас Руслан будет нам что-то рассказывать, как вообще защищаться от всей этой хуйни. На право. Слушай, да, у меня ты метод простой, блядь. Но это не на право, ты налево поехал. Ни сюда? Нет, в Стамбул, назад тебе надо ехать. Ну, блин, прикольно. Самое прикольное вот это что-то надо. Да, да, тут стоп-хоп. Мягкое, прикольно. Ну, вак, он рулит. Ну, ты сейчас прямо поехал. Да, вак, ты видел, что Volkswagen нарисовали логотип пидорский этот? Ты сейчас снова не топай. В смысле, опять не топай? Я грел назад, да. Да что такое? У меня вчера, у меня вчера это расстройство было. От логотипов этих компаний BMW нарисовали. Какие? Зачок пидорский. Ну, типа поддержку этого ЛГБТ-сообщества. Да, скинь, посмотри. Это вообще дичь, короче. Там, Фиат, BMW. У тебя есть время это смотреть. Слушай, меня отметил знакомый, как бы я глянул прям. Оно само, короче. Беда, бедой, да. Я так как бы не против. Я не считаю просто, что должны быть какие-то доп. привилегии. Это просто люди. Есть человеческие права у всех. Общее. Не может быть топ-привилегий, если ты там черный педикер Бианка. Прямо? Какими тут не теряешься каждый раз? Да, все просто. Видишь, шумоизоляция какая плохая? Да. Тут таксопарк у Вадима, видимо, свой еще. Да. Все подручно. Вон, кстати, твой рейнджик, видишь? За недобросовестную конкуренцию расхудячил твой рейндж. У меня аж беленький был. Ну, блядь, я тебя замаралывал. Ну, его нормально убрали. Да, вообще по жести. Ну, может, это где-то уже вставать сюда или туда к нам. Давайте, так вам. Давай, давай, рядышком встанем, поставим тачечки. Кстати, а седьмая очень кайфовая тачка. Мне ее давали. Дико мягкая. А? Вообще кайфовая. Вот я бы в таком вот... Это же е-класс, так получается? Седьмая, правильно? Наверное. Такой е-плюс, наверное. Короче. Короче, смотрите, у нас почти одного цвета машинки. Оп. Не, у меня пленка. Да, светлее. У меня пленочка. Я хотел машину цвета Феррари. Вадим спрашивает, проголосовал ли я из-за царя. Естественно, да. Нет, нет, ребят, я... На самом деле, ну, поправки-то-то какие? Они все в законах есть уже. Это все, конечно, дичь. И уже Конституция выпускается с новыми всеми правками. Потому что голосование левое. А то, что там квартиры разыгрывают, айфоны, это вообще максимальный позор. Лучше бы ничего не разыгрывали. Один фиг подтусуют, правильно все? Ну, зачем такое палево делать? Ну, это для визуальной легитимности все. Ну, вот видишь, для визуальной легитимности можно было голосование, но без подарков, без этого клоунады. Это лишнее. А так, я, конечно, я бы иначе голосовал. Я бы голосовал вообще за смену Конституции полную. Потому что Конституция у нас, конечно, жесть. Но не Конституцию надо отменять, наверное, а правительство. Потому что она есть, она не исполняется. Но будет новая. Граждое правительство трактует конституцию под себя. И, кстати, смотрю, там листа уже знакомых. Все голосовали против, кто ходили. Но почему-то у нас 8% за. Да, а у меня тоже. Здравствуйте, господи. Здравствуйте. Как ты? Я, слушай, это лучше всех. Мои прессы. Вот так. Мотобрат? Картинка еще красивая, ладно? Мы закончили. Вот так, потом что-нибудь еще могу наболтать. А то короткий выпуск получится. Ничего секретного, Вадим. Всем пока. Я скоро его на СМК возьму. Что ты возьмешь скоро? МСМК пожимал. Ааа. Прыгнем. Скоро. Опять крутить начали? Нет. Нет? Уже не могу. Почему? Ну, вредно. 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 Врут. Врут я проверял. Сам такой сеший? Да. У меня все. Куда мы идем дальше? К ним, что, блин, не выйти, что не заехать в какие-то лабиринты. Непонятно ничего. Я картинки буду показывать. Это, понимаете, ребят, просто кризис, кризис это всегда время шансов, как говорят бизнес-тренеры. Вот партнеру Вадима тоже осознали, что настал момент, когда нужно брать свое, чужое, особенно. А мы заберем все свое, чем бы оно не было. Вот. И поэтому, ребята, хулиганить. Так, ребята, я снимаю за рулем, но на меня не ругаться. Вот. Включен автопилот. В общем, машина будет, если что, сама поворачивать обратно, куда ей там надо. Поэтому можно не переживать. Вот видите, поворот у нас, а мы будем ехать. Качество, да, без меня понятно, короче, все безопасно. Так вот. Пообщались с Вадимом. Некрасивая ситуация. Его соучредитель, генеральный директор, решил незаконно обогатиться насчет Вадима. Он, конечно, что он совершил большое количество ошибок. Он абсолютно не вникал в, так скажем, бюрократическую составляющую своей работы. Хотя, получается, уже не первый раз в жизни он обжигается с партнерами на каком-то моменте определенном. Ну, вот так вышло. В целом, я, видите, мне Вадим рассказал всю канву, все ситуации. Я не думаю, что имею право их пересказывать до того, как он сам их озвучит. У Вадима, так скажем, вчера вышел ролик на канале. Ну, как бы он выходит сегодня, но мой-то выйдет завтра, поэтому вчера. Я, честно сказать, не знаю, как канал Вадима называется, но я узнаю. Естественно, ссылочка внизу на канал Вадима будет. Кому интересно, можно будет посмотреть. Один момент мы уже нашли. Сейчас я в машине ехал, я уже Вадиму написал. В его истории, где дырка и где промашка, походу, оказалась у его партнеров, в попытке кинуть. И сейчас Вадим должен уточнить этот момент у своих юристов. Если это так, на самом деле, ну, прямо должно все в ускоренном режиме будет пойти. И Вадиму нужно будет стать легче. В общем, если что, вы там, ребят, кто болец, имейте в виду. Ну, ситуация некрасивая, поэтому я встану на сторону Вадима и в этой ситуации я его поддержу. Хотя были моменты раньше. Ну, Вадим их и не отрицает. Может, в том круте. Будет время, заеду. Расскажем мы какие-то старые протеиновые войны. Когда Вадим пытался, хотел меня слить. У меня тогда скриншоты есть на компе. Тих переписок, которые мне слили. Кстати, предлагал Вадиму меня слить, меня очернить. Мой бывший партнер, с кем я раньше работал. Видите, как очень внимательно вызывать. Выбирайтесь, иди тех, с кем вы работаете. У нас в Тихпитере вроде бы штормовое предупреждение подошло к концу. С этой стороны все плохо, а с этой стороны все норм. Вот, сядем на хвост на этому джипу. Вот, а еще что? У Вадима красная тачка, как у меня. Поэтому это не могло меня. Не покорить мое сердце. И как можно было не помочь человеку на красной машинке. Ладно, друзья, всем добра. Выпуск короткий. Не сильно, наверное, он информативный. Потому что, ну, некрасиво будет мне пересказывать все моменты, по которым по Вадиму проехались. Возможно, не последний раз. И мы коснемся повторно. И будем смотреть и следить за развитием ситуации. Всем пока. Ставьте там плюсики, лайки. Пишите свои комментарии. Что думаете по этому поводу, что Вадим и дочь Иванова пытаются отжать его компанию? Приехал в аптеку. Меня что-то отец порезал палец сильно. Он сейчас в гостях у меня. Надо ему что-то купить. Нужно что-то. Воздух, конечно, такие дожди прошли. Прям ливневые. Деревья вырывало. Это жалко. Но зато воздух сейчас просто какой-то космический. Как же хорошо. Как хорошо летом везде, наверное. Нашел вход в аптеку. Прошел мимо сначала. Хотя по ней не скажешь, что она работает, потому что не горит свет. Не горит свет. Походу надо и будет сейчас ехать искать дальше. Ну что за 1 июля. Бляха-муха. Сегодня же праздник. Сегодня день обнуления. Кстати, я вас поздравляю с обнулением. И новым историческим событием в Российской Федерации. Такого еще никогда не было. И вот опять. В общем, ладно. Я к этой аптечке. Бляха-шавухой пахнет вообще огненно. Тысячу лет не ел. Я вот что подумал. А ведь прошла информация, что 6 июля открывают в Питере залы. Залы. 4 квадратных метра минимум на одного человека. Должно быть соблюдение норм, дезинфекция и так далее. В бассейнах 10 метров на одного человека. Все залы, которые не находятся в торговых комплексах. Только отдельно стоящие залы. В которых, ко всему прочему, еще и отдельный вход от других помещений. Вот такие клубы смогут начать функционировать. Встепенно все оживает. И дай бог не объявят вторую волну. Потому что как вторую волну переживут люди, я честно сказать не знаю. Ну я говорю про нормальных, обычных людей, а не тех, кто на всей этой политической суматохе зарабатывает скорее всего просто космические колоссальные деньги. Ну как зачастую, конечно. И бывает, и для чего все это и, наверное, создавалось и делалось. Вот еще одна птичка, кстати. Посмотрим, тут какие-то машины запаркованы. А, ну нет, сейчас давайте, давайте я вам. Важный момент, да? Ведь в залы, залы это опасно. Залы это опасно, залы это страшно. Ведь в залах люди могут заболеть, наверное, от того, что тонируются. А знаете, что полезно? Что полезно, что очень нужно населению, что нельзя было закрывать. И, кстати, я знаю, как в России даже революцию создать. Революцию идет чем просто. Вот смотрите, идем, там аптечка. И яркие вывески, яркие, красивые. Не знаю, сколько видно издалека. Ну сейчас мы уже дойдем. Так вот, тут должна быть аптека. Вот написано. И еще одно заведение. Эти заведения работали весь карантин. Они очень важны для общества. Это самое главное, смотрите. Да, ребятка, это пенная, это пиватель. Обратите внимание, там были толпы людей. Специально защищенные в основном в раздлевухах. Не самым крепким здоровьем. Им разрешили работать. А аптека тоже закрыта. А бухло продается. Что бухло это надо? А аптекам зачем им работать? Ну ладно. Будем подручными средствами сейчас дома ремонтироваться. Так вот, как сделать в России революцию? Ну, объявить сухой закон. Вот если запретят бухло, вот тогда люди выйдут на улицу. Понимаете, русского человека можно заставить голодать. Можно у русского человека отобрать права. Отобрать права, отобрать свободу. Отобрать детей. Отобрать честь. Ну, много что можно забрать. И русский человек, он терпелив. Он будет терпеть. Он готов. Он готов. У него есть силы терпеть. Но, если забрать россиянина бухло, вот тогда держись, власть. Тогда, конечно же, сметут просто. И Кремль сметут, и Зимний дворец. Да что-то не тут. Никакая Росгвардия не поможет, не спасет. В случае же был буквально не так додонская, я понимаю. Губернатор или мэр одного из регионов, тут у нас на севере. Ну, на севере. В стороне северо-запада, вот, около Питера, неподалеку. В общем, он хотел ограничить время продажи алкоголя с 12 до 6. На что ему сказали, то бипи, да, дружище. Если ты нам закроешь продажу бухла, то мы тебе сделаем ай-ай-ай. Ну, и быстренько он свой, скажем, инициативу свою законодательную отменил. Вот такие дела. Грустная нотка. Всем пока.